8 из 10 детских травм на пляже происходят не в воде, как принято считать, а на берегу. Многие дети боятся подходить к реке, зато активно участвуют в спортивных играх на берегу. Играют в волейбол и футбол и, как итог, ломают руки и ноги. Детей от 15 лет и старше тянет на другие приключения. Некоторые хотят выполнить акробатический номер в воде, что тоже нередко заканчивается травмированием. Если взять, допустим, поляну Фрунзе, пляж на поляне Фрунзе, это 8-й пост. Там есть пристань лодочная, такой понтон, и оттуда люди прыгают. Пытаются проплыть под понтоном, на спор, часто в состоянии алкогольного опьянения. И зачастую это заканчивается всплытием туда, куда всплывать не надо. Они бьются головой о металлические конструкции. Соответственно, кто-то теряет сознание, кто-то просто находится в таком состоянии аффекта. И им часто нужна помощь. Чаще всего травмирование и несчастные случаи происходят на неорганизованных, диких пляжах. В том числе и на правой стороне Волги. Дно там не обследовано. Ныряльщики цепляются за коряги и водоросли и тонут. Таким образом, за это лето в Самаре погибли трое несовершеннолетних. Еще несколько детей получили травмы. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они проводили беседы с детьми, объясняли правила поведения, как на водоемах, в общественных местах, на улицах. Внимательно следили за детьми, за их поведением. В частности, чтобы любые изменения подростка привлекали внимание родителей для выработки каких-то дальнейших действий по предупреждению каких-либо несчастных случаев. Сохранять бдительность родителям нужно и дома. В летний период дети часто выпадают из окон. В зоне риска малыши до пяти лет, которые залезают на подоконник и опираются на москитную сетку. Медики советуют не ставить мебель, по которой может взобраться ребенок рядом с окнами. С начала теплого сезона из окон в Самарской области выпали шестеро детей. Мария Левина, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События.